Уважаемые зрители, перед нами очень небольшая газовая варочная поверхность, газовая плита и над ней установлена вытяжка, которая действительно вытягивает весь воздух через себя при помощи вентилятора, который вы видите на крышу Вытяжка довольно мощная и работает от слабой мощности до очень мощной, так что если окно прикрыто, но не зафиксировано, то окно распахивается Естественно вытяжка нужна для того, чтобы проветривать помещение, в этой вытяжке есть еще и дополнительный верхний канал вытяжки, который работает пассивно Само по себе, тихонечко, всегда, когда даже выключена эта вытяжка на принудительную вентиляцию Я точно не знаю, есть ли у этой вытяжки клапан, который перекрывается, когда вытяжка не работает Уточнить это я не смог, но в данном случае мы с вами поговорим о том, на какой высоте установлена эта вытяжка Если я отойду подальше, то вы поймете, что вытяжка стоит ненормально высоко от варочной поверхности Вытяжка стоит на высоте метр восемьдесят То есть если вы готовите вот здесь, и здесь вы жарите рыбу, и вытяжка стоит у вас на высоте метр восемьдесят, это ненормально Вытяжка должна стоять вот на этом уровне, то есть она может стоять даже сантиметров на тридцать Ниже этого уровня, на котором стоит И в этом случае коэффициент полезного действия ее будет в два раза выше Потому что пар, не успевая разлетаться, непосредственно поднимаясь, будет сразу уходить в эту вытяжку И в таком случае у этой вытяжки есть смысл Видите, даже у этой вытяжки есть вот такая вот стеклышка, которая может понизить, так сказать, уровень всасывания воздуха Вот на эти вот жалкие шесть сантиметров Это говорит о том, что те, кто эту вытяжку устроили, они понимают, что любой сантиметр в этом случае играет роль Если бы вот это забрало было вот такое вот, что можно было бы его опускать на пятнадцать сантиметров вниз То в этом было бы вообще, тогда было бы вообще все прекрасно Но если имеет значение вот эти вот шесть сантиметров Значит тут уровень тридцать пять сантиметров, на который можно эту вытяжку опустить Это было бы вообще прекрасно Может быть даже еще и ниже Люди скажут, ну вот мы еще и должны кланяться этой вытяжке, чтобы заглянуть, что под ней готовится Если эту вытяжку вот с такой огромной высоты опустить на тридцать пять-сорок сантиметров Это абсолютно не будет мешать посмотреть на эту жидкую газовую пищеварочную поверхность А то вы не увидите, как у вас там заваривается доширак Поэтому я хочу сказать, что самое главное, это разумная достаточность Кто-то скажет, ну вот я головой должен биться об эту вытяжку какой-то высокий человек Я могу представить, как высокий человек целыми днями стоит и готовит еду на кухне И наклоняется непосредственно над сковородой, от которой брызжет масло Потому что он решил там пожарить себе какую-нибудь рыбеху или котлет Люди наоборот стараются отойти подальше, когда происходит этот процесс Потому что можно провонять этим дымом, получить на себе капли жира И в итоге все будет не так, как вам хотелось бы Поэтому самый главный вывод Нужно ставить вытяжку как можно ниже плите Чтобы весь дым, который она откачивает, уходил, так сказать, туда, куда ему и положено в канал вытяжки Если вытяжка стоит на высоте 1,80 метра, то это абсолютно неприемлемо Мой совет, эту вытяжку нужно опустить на 35-40 сантиметров Когда вы будете ставить вытяжку у себя, вы должны понимать, что прилагаемая высота вот этих декоративных каналов для вас никакой, в общем-то, роли не играет Потому что есть помещение высотой 2,10 и даже 2 метра, а есть и 2,70 и 3,5, как у меня на кухне Поэтому не надо ни в коем случае опираться на высоту вот этого декоративного канала, который закрывает всю начинку этого канала внутри Нужно опираться на то, чтобы эта вытяжка стояла как можно ближе к газовой плите или электрической, чтобы любой жир, испаряющийся и дым от готовки на плите Улетал, так сказать, при помощи вентилятора, который встроен в вытяжку А если вытяжка самотечная, то чем ниже она стоит, тем лучше В общем-то, ничего сложного я и не сказал Слушайте советы умных людей, подписывайтесь на видеожурнал «Горячий мастер», расскажите своим друзьям и знакомым